Доброе утро! Вы смотрите телеканал РБК Перемь, с вами Саша Белогорский и сегодняшний выпуск автоновостей посвящен основным событиям и тенденциям в мире авто. В частности, сотрудники ГИБДД стали использовать новые методы для поиска правонарушителей и привлечения их к ответственности. Полицейские начали активно мониторить социальные сети, где очевидцы часто выкладывают ролики с водителями, которые грубо игнорируют правила дорожного движения. Подобные видео нередко публикуют и сами нарушители. Например, в Ингушетии сотрудников полиции заинтересовал ролик в Инстаграм, где показан автомобиль BMW желтого цвета, совершающий опасный маневр. На видео отчетливо видны номера немецкой иномарки, поэтому розыск водителя не стал для правоохранительных органов большой проблемой. В итоге на 25-летнего нарушителя составили два административных протокола за неправильную тонировку и за неуплату штрафов. В ГИБДД добавили, что сотрудники ведомства регулярно мониторят в соцсети для поиска нарушителей правил дорожного движения. Так в начале марта полицейские совместно с Центром организации дорожного движения нашли и наказали водителей на трех мерседесах Гелендваген, которые снимали остросюжетные ролики, препятствуя движению на дорогах Москвы. Любителям полихачить все-таки придется быть скромнее и чаще поглядывать на стрелку спидометра. В России начали тестировать новый способ фиксации скорости на магистралях. Для этого используют динамические дорожные знаки и особые комплексы видеофиксации. В частности, речь идет о внедрении электронных знаков переменной информации, ограничении максимальной скорости и автоматического контроля при помощи камер. Эти знаки будут показывать разные скоростные ограничения при разной погоде. Например, при гололеде и тумане они будут предписывать снижать скорость. Такие комплексы уже используются на дорогах, однако сейчас за несоблюдение сниженного скоростного режима в плохую погоду не предусмотрено никаких санкций. Кроме того, за соблюдением скоростного режима будут следить специальные комплексы видеофиксации, состоящие из трех камер. Первые две будут контролировать момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло. Причем делать это таким образом, что на фотографию попадет и сам знак с ограничением скорости. Третья камера будет располагаться в 30-50 метрах от рамки по ходу движения и зафиксирует, если после проезда знака автомобилист начал ехать быстрее положенного. И, наконец, с 1 июня в России могут появиться новые штрафы. Возможно, вступят в силу поправки к правилам дорожного движения, которые запрещают водителям ездить зимой на летней резине, а летом, соответственно, на шипованной. Несезонными, согласно проекту, будут считаться шипованные шины, используемые в июне, июле и августе, а также летние покрышки, используемые в декабре, январе и феврале. При этом регионы могут самостоятельно устанавливать летние и зимние периоды и произвольно продлять их в зависимости от своих природных и погодных условий. Размер штрафа по статье 12.5 Кодекса административных правонарушений составит 500 рублей. Впрочем, на данную минуту требования о сезонном использовании шин есть только в техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза. Поэтому обязать водителей не ездить на летней резине зимой и на зимний летом пока нельзя. Право штрафовать за несезонные шины у ГИБДД появится только в том случае, если названный выше проект будет официально утвержден постановлением правительства. На этом пока все. Будьте внимательны и аккуратны на дорогах. И помните, что взаимная водительская вежливость сохраняет жизни, нервы и средства.